здравствуйте давайте вам сегодня покажу как снять и вставить на место клавиши caps lock shift control и клавиша пробел вот на двух типах клавиатур это у меня вроде как это днс ну клавиатура похоже на хьюлит либо на asus вот это у меня насколько помню точно оса клавиатура f3 кажется модель давайте начнем с этой клавиатуры чтобы снять кнопку давайте control берем вот так подпихиваем сюда отверточку и аккуратненько ее подымаем все она у нас поднялась все вот мы с вами кнопочку сняли то здесь она идет без металлических кронштейнов а просто обычная кнопка ставится она также берем ее переворачиваем кладем на место прилипло кладем на место и аккуратненько ее придавливаем все она у нас защелкивается так давайте shift клавиш также вот я сюда подпихиваю отвертку аккуратно подымаю потом на угол здесь тоже а вот все вот здесь у меня кусочек понимаю семечки наверно вот за нее на вниз не уходило крепление все то есть то же самое такс ну капсулок давайте посмотрим с коромыслами она без также подымаем аккуратненько да она тоже без кором из ставится она также центрируемые у нас что-то не защелкивается так здесь все нормально давайте еще раз попробуем все это защелкивается теперь давайте пробел то есть пробел его прижимаю и также аккуратненько его пытаясь отщелкнуть его крепление все отщелкнулась что у нас тут мы видим с вами здесь вот коромысла стоит причем они сбоку тогда нам надо еще здесь снизу отщелкнуть ее и сдвинуть влево щелкнули и влево ее получается влево и и сдвинуть так что у нас здесь нижние не отщелкнулись это снялась ну тогда я вот сделаю вот так просто начну с этой стороны потихоньку отгибать аккуратненько да не дергая ничего все вот на клавишу сняли то здесь крепление этой клавиши вот это наверное усилитель чтобы клавиши не прогибалась ребро жесткости а вот эти у нас значит эти две два уголка они вот сюда заходят крепятся дополнительное крепление чтобы поставить на место нам надо давайте вот так установим сюда установили их сюда и аккуратненько ее закрыли все она у нас защелкнулась все с этой клавиатурой понятно здесь особых проблем нету беремую в сторонку теперь давайте вот этой клавиатурой у которой уже наверно будут скобы жесткости давайте начнем с пробелом также подпихиваем и начинаем аккуратно ее сверху отщелкивать потом заглядываем вниз вот она у меня выпала клави клавиша то здесь идет по центру ребро жесткости из проволоки и здесь два крепления еще еще две проволочки которые подают жесткости одна из них вот крепится сверху вверх пазы во вторая в пазы вниз и чтобы ее ставить на место нам надо аккуратненько значит это тоже приподнять она выскочила у нас надо чтобы она свои крепления вернулась то есть приподнимаем аккуратно и сначала вставляем сначала вставляем вот эти вот в свои пазы все после этого после этого как вставили держим ее надо приподнять приподнять чуть-чуть вот эту и когда мы с вами будем закрывать она должна сама будет встать на место то есть вот закрываем ее и она сама автоматически что встает на место все клавиша пробел давайте снимем shift и поставим его на место также снизу придерживаем завожу сюда отвертку и аккуратненько приподнимаю с одной стороны отщелкнулась и с другой стороны все теперь подымаю смотрю что у нас под ней под ней у нас вот это скоба ее надо вниз то есть кнопочку мы берем аккуратно вниз пытаемся ее сдвинуть она нас не сдвигается потому что она еще снизу держится то есть теперь нам надо давайте попробуем сюда просто отверточку ставлю и на излом да вот она отстегнулась и вторую вот берем вот так отверточку туда на излом все вот кнопочка у нас вывалилась ну и также чтобы поставить назад берем сначала вставляем нашу скобу вот мы его вставили и после этого аккуратненько кнопочку кладем и зажимаем ее чтобы у нас защелкнули защелки все то есть вот такой принцип замены клавиш которые вот у тут со скобами shift идет обычно shift кап слов control с одной скобой вот пробелы есть одной из двумя из тремя ну пусть как увидели ничего сложного нет все если видео казалось вам полезным ставьте лайк подписывайтесь на канал всем удачи пока